Всем привет! Предлагаем подписаться на канал Sierra Project, где есть видосы с разного рода испытаниями огнестрельного оружия, ограниченного поражения, гражданского оружия и не только гражданского, а также обзоры используемого снаряжения и макетов инженерных боеприпасов. Подписывайтесь, человек рассказывается чувством с толком с расстановкой, вам будет интересно и вы обязательно узнаете для себя что-то новое. Всем привет! Вы на канале Военобзор. Я Иван Николаев. Продолжаем цикл советской брони, выпущенной после Великой Отечественной войны. В предыдущей серии у нас был бронежилет 6Б1 образца 1957 года. Теперь у нас бронежилет Ж-81Т, он же бронежилет 6Б2. Итак, приступим. В конце 70-х годов возникла потребность в новых средствах индивидуальной бронезащиты для военнослужащих, а также в 79-м году началась война в Афганистане, где бронежилеты 6Б1 принимали непосредственное участие. Были выявлены существенные недостатки, такие как большой вес, слабая степень защиты и дороговизна, а также неудобство ношения вместе с ненадежной конструкцией чехла. Так во Вне и Стали началась история бронежилета 6Б2, который являлся большим шагом вперед. БЖ-6Б2 был принят на снабжение вооруженных сил в 1981 году. Основу защиты составила баллистическая ткань ТСВМ-ДЖ и титановые бронеэлементы АДУ-605-80Т, сплав ВТ-14 с закаленной токами высокой частоты, толщина 1,25 мм. Вот перед вами этот красавец. Здесь перед вами уникальный экземпляр. Этот бронежилет выпущен в 1980 году, то есть за год до официального принятия на снабжение в армии. Этот бронежилет характерен тем, что его путали с так называемым чешским бронежилетом. На самом деле это чисто отечественная разработка, и в Чехии он не выпускался, он выпускался в СССР. Отличие раннего 6Б2 от более поздних его вариантов заключается в том, что липучка вот эта разделена на две части. Липучка, кстати, здесь родная, но выпускался она, скорее всего, в Чехословакии, потому что у нас технология не была еще, по-моему, отработана. Но, как говорится, есть такая легенда, что в СССР ничего своего никогда не было. Вам судить самим. В более позднем варианте 6Б2 вот эта липучка, она идет единым куском. Также отличие в цвете плечевого ремня. Здесь он такой ядовито-зеленый, а в более поздних вариантах он бледно-зеленый. Бронежилет традиционно уже классической компоновки состоит из двух секций. Крудная, спинная, выполненные они из капрона. И также обшито капроном по канту, чтобы он, по сути, своей не рассыпался. Бронежилет также является неразборным. Его начинка это уже титановые бронепластины толщиной 1,25 мм. В области жизненно важных органов, таких как сердце, этих плиток несколько. В три ряда. Еще одна характерная особенность бронежилета 6Б2 – его возможность, в принципе, носить скрытно. Он в рентгене не светится, потому что я его пытался просветить в московском метрополитене с целью изучения структуры расположения бронепластин внутри. Попросил сотрудников службы безопасности просветить. Они как бы согласились, стали просвечивать. Они удивились сами, что типа он не светится в рентгене. Они спросили, что там внутри. Я говорю, титан. И тонкий титан. Только подложив под него вот так портативный металлодетектор в виде вот такой палочки. И вот только тогда он засветился, и стало видно расположение его бронепластин. Бронежилет выпускался в двух типоразмерах. Первый и второй перед нами. Первый размер с характерным сужением. Второго типоразмера он идет более овальный такой в грудной секции. Грудная секция крепится спиной за счет липучек, и она дублируется вот этим ремешком. Ремешок плечевой проходит через два стальных полукольца. Вот. И как видите, несмотря на 1980 год, липучка еще очень достаточно трудно отдирается. То есть бронежилет еще вполне-вполне живой, и его можно долго носить. Вес бронежилета в первом типоразмере составляет 4,8 килограмма. Для сравнения, 6Б1 Бросса 57-го года с более толстыми алюминиевыми плитами весит 6. Вот так выглядит грудная секция, а вот так выглядит спина. Здесь лишь пришиты ремешки поясные из капрона двухслойного, на которых закреплены ворсинки для закрепления бронежилета на теле. Гораздо позднее записи обзора выявилось еще одно отличие раннего бронежилета 6Б2 от позднего. У более позднего, между текстильными застежками в районе спиной секции, пришили шлевки для ремня шириной 50 мм. Когда липучки подыхали, военнослужащие просто-напросто подпоясывали его обычным поясным ремнем. И бронежилет держался, ну, в принципе, надежно. А плечевые липучки, на них можно было не обращать внимания, был всегда дублирующий плечевой ремешок, и плечи не расползались. Там конструкция была достаточно надежна. Собственно, вот так бронежилет выглядит с изнанки. Отличие от 6Б1 в том, что нет вот такой вот клетчатой подстежки из ватина. Есть такой достаточно приятный ткань. Здесь ткань такая же абсолютно, как и с наружной стороны, тот же капрон, который, в принципе, достаточно приятно носить на теле. Видны швы от прошития плечевого ремешка, липучек. И, собственно, здесь вот можно прощупать, здесь есть экраны с ТСВ и МДЖ 30 слоев, и там дальше уже идут титановые бронеэлементы. Значит, вот бронежилет 6Б2 в раннем варианте имеет вот такое клеймо. Оно не занесено в треугольник, а это просто набор цифр. Скорее всего, клеймы читаются так. 32 номер завода, 14 номер партии, 80 — это год выпуска, 1980-й, и 10 — это номер в партии. Почему? Потому что есть еще дублирующие четыре цифры, 1410. Это, скорее всего, инвентарный номер, соответственно, обозначает номер партии и номер бронежилета в этой партии. Вот как-то так. Бронежилет 6Б2 начал свой боевой путь в Афганистане, где был самым массовым на протяжении всей войны. Далее последовали многочисленные локальные конфликты на постсоветском пространстве. Приднестровье, Нагорный Карабах, Таджикистан и Первая Чеченская компания, где 6Б2 встречался очень редко. БЖ-6Б2 обеспечивает защиту от осколков, летящих со скоростью 650 метров в секунду, стальной шарик массой 1,05 грамма диаметром 6,5 мм, по ГОСТ-34-286-2017, а также от пуль пистолета ПМ с дистанции 5 метров и от пуль пистолета ТТ с дистанции 25 метров. Класс защиты БР-1 усиленный, по ГОСТ-34-286-2017. Итак, подошел рассказ об этой легенде Афганистана в бронежилете 6Б2. Хотелось бы поблагодарить Дмитрия Керамина, известного, достаточно коллекционера из Москвы, за предоставленный антиквариат на обзор. Я ему хочу пожелать творческих успехов и еще большего приобретения в личную коллекцию. На этом все. С вами был канал «Военный обзор». Я Иван Николаев. Иван с вами в качестве оператора. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делайте репосты. И нажимайте на колокольчик, чтобы в числе первых увидеть наши новые выпуски. До скорых встреч. Пока.